Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Так, заберем свои ежедневные награды. Задание открыть колоду. Ну давай откроем, посмотрим что нам тут выпадет. А ничегошеньки, да? 5 баксов. Понял. Так. Пройдите серию испытаний. Ребята, я хотел сегодня зайти в драконные всадники Олуха и у меня не получается. Я вначале подумал, может быть в ВПН у меня барахли. Но ничего подобного, в черепашки я зашел. А в драконные всадники Олуха просто не могу зайти. Вы же знаете прекрасно, что у нас там событие подходит к концу. Я думал, что сегодня смогу его допройти. Но если я не смогу зайти, то все, ребята, мы профукаем с вами фулл прохождение событий. И меня это очень бесит. Я сейчас попробую после черепашек еще разочек зайти. Может быть каким-то чудом получится. А если нет, то все, событие у нас прогорело. Также сегодня на втором канале будет завершающая серия по игре. Злой колдун или злой волшебник, как вам угодно называйте. Довольно неплохо, но вот я не знаю, ребята, там. Оказывается, в игре есть две концовки. Я прошел концовку за зло. То есть за нашего милого, няшного, злобного колдуна. Но также есть концовка за добро. Насколько я понимаю, можно пройти за героя. Вот не знаю, стоит ли мне проходить, потому что я там научился из-за числа с боссом, с этим последним. Тем более он там в двойну идет. Не знаю, если созрею вдруг и сохранение осталось до того, как я пошел по плохому сюжету, то, наверное, попробуем все-таки перепройти. А так нет. Главное, что прошли мы ее. Так, поднять уровень персонажа, но это я сделаю позже. Поднем-ка мы, наверное, сразимся в сложных там, в поединках, в легких. В общем, понял, о чем я говорю. По уровню мы прокачиваем пицелицию. Я думаю, хватит мне, да. 88-й уровень у меня он получает. И теперь у нас Эйприл Кунэйчи. Вчера, друзья мои, все-таки попал я в клуб. Сам понимаешь, немножечко принял, как говорится, на душу. И сегодня у меня очень плохое самочувствие. Так что не бессудьте, если буду где-то тупить или что-то там, не знаю. Какой-то вообще батный. Я еле отошел. Такс, ну что, давай мы попробуем эти шляпы с напитками. Ой, что ты делаешь, речек? Ну, хорош, успокойся. Так, нам там еще сколько надо? Завтра уже на работу. Короче, целый день, грубо говоря, провалялся. Так, напитки мы нашли. Остается лишь 10 ящиков с инструментами. Ну, я думаю, их мы найдем наизу. Так, два. Ну, давай ты, господи. Так, три, четыре. Пицца кончилась, друзья мои. Прикинь. Мы так и не нашли. Ящики-то. Ладно, пицца. Пицца тайм. В общем, здесь все отлично. Ну что, у нас арена. Арена, друзья мои. Хотя, погоди. Давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Пофармим немножко. Нужные нам элементы. Сам знаешь, какие. Вот, эксперт снаряжения. Ра... О, ты, блин. Эксперт снаряжения раз. И давай-ка еще. Опа-на. Ну, ты прям посмотри, ребят. Ну, как в фортану. Значит, можно еще и здесь сделать некий замесик. Единственное, что меня смущает. Уровень противников 90. Не придет ли нам кирдык? Я вот о чем. Ладно, давай пробуем сделать. Так. Эйпел жестковато будет. На вкус. Да ладно. Армагон. Это что? Это как-то понимать-то? Ты даже не смог ее уничтожить. Как будто... Шивенькую Эйпел. Давай я туда плюшку брошу. Слушай, ну... Пицци-лица, или как вам это сказать? Пицци-тайм. Очень даже слез. Разнесся. Так, а вот здесь тоже команда такая. Давай я не буду с ними сисекаться. Начнем с валуна. Сразу его расход. Ну, по крайней мере, хотя бы кирби упал. И сделаем массовую вот эту вот атаку. На тебе крученой пиццей. Слушай, она на морозилку тут станет. Ой, станет блокировать. Блин, я даже не знаю, кого браться-то. Ну, давай попробуем кумеченой надо. Запах изо рта. Давай запах изо рта. Слушай, она справится здесь. Я уже с вами... Мне кажется, сейчас куплю, что упадет. Пойдет, ребята. Я все массовые атаки подохнул. Сейчас еще блокернет. Бедный зэк. Неужели... И сейчас добьют. Охренеть, ребята. Ну, что это такое? Ну, все. Пошло-поехало. Да ну нафиг. Ну, все. Они взялись, ребята, за моего Джастина. Они его сейчас размажут. Тем более, морозильная кушка, ребята, отошла. Она сейчас будет хилять. Ну, вот и Джастин упал. Ну, конечно, она будет хилять. В общем, я не прошел это событие. Точнее, я его пройду, но не на три звезды. Это означает только одну, что я парню снова. А знаешь, что моя вина и проблема? А нефиг было на первых двух волнах тратить все свои суперудары. Вот так вот. Почему я тупанул? Я думал, что здесь всего две ланы. Но тут три. Да. Надо было делать немножко аккуратнее. Нет, можно, конечно, перепройти и попытаться взять на три. Три звезды. Что это такое? Это позорчик какой-то, ребята. Это какой-то... Ну-ка, давай. Давай. Сейчас я устрою карнавальную ночь. Просто вот на этих первых двух волнах не надо, ребята, ничего тратить. Просто разбираем своими силами. Обычными, обычными, ребята, атаками. Да ну-ка, нафиг, ты чё, блин, а? Джастин, ты чё такой, Вадик? Тебя сейчас ушатают просто. Да, это бесполезно, ребята. Он всё равно от постепенного урона скончается. Да, нет, даже ему помогли. Ну, Джастин, ну ты и вата, господи. И знаешь, чё самое обидно? Что у меня в этой команде нет ни провокатора, ни хила, ничего. Армагон не наносит соответствующий урон, который мне нужен. Ну, давай ракетами бомбанём. Так, ребят, а смысл-то уже здесь выпендриваться? Ну, согласитесь. Ну, уже всё, мы уже не получим с тобой три звёздочки. Тут ещё Рыготник. Так, минус Роквелл. Ну, пицелийцы, ну что ты такой слабак-то, а? Если бы Джастин, ребята, не упал бы, было бы всё чёпкое. А теперь как быть? Дайте я этого, наверное, вот так вот, пиццей. Так, Кунэйчи. Надо было, наверное, слышать всё-таки бомбит. Угу. Так. Сплинтер бафает. На критовку, ребят, повесил. Массовая такая. На тебе. Ну, ты сам понимаешь, что всё равно три звезды не видать. Из-за того, что Джастина просто расписали. В самом начале. Ну, у меня восемь ещё есть сыра. Давай попробуем ещё разок. Значит так. Берём вот этого паршивца в расход. Да ты посмотри, а. Что делает? Она пошла, специально, ребята, и бум. Так, отберёт провокацию. Отлично. Окей. Ну, что ты там? Ещё хилятин собралась бы на этом. Смотри на неё. Угу. А он ещё и постепенно урон на зэка повесил. Теперь начинают они бомбить низок. Кстати, кто-то там вроде как отхилил. Видите, как оказалось? Так, вторая валуна. Ну, здесь надо с ними быстренько завершать, потому что... А поэтому даже не попала по кирке. Сфигали, спрашивается. Ну, что, валуном придётся этот бомбить. И вот она последняя валуна. А сколько у меня? У меня сходится только гранатомёт, пулемётная дробь. Почему у этого не было, ребята, у зэка спасти вот этот вот постепенный урон, который висел. Он на протяжении трёх ходов просто, ребята, висел. Чё, давай попробуем так сделать. Массовая нужна атака. Блин, блин, блин. Сейчас уж это... Оу, щит. Ну всё, тут хана. Всё, ребят, сейчас расскажу. Нет, не получается. Не хватает там буквально, ребят, одного-двух ходов. Ну, я пытался, я старался, но, видишь, не шиша. Это ещё Джастин дрищ, блин, просто дрищ, ребят. Ничего толком сделать не может. Вот, а, смотри, выжил даже, не добили его. Но я попытался. Всё, что мог, я сделал, ребят. Зэк, то зэк, то Джастин. Вот они падают один за другим. Ладно, фиксим. Так, значит, что нам надо делать? Нам надо идти на арену. У нас Лига Мастеров 2 звезды, ранг 23. В принципе, ничего страшного, потому что мы сейчас... А что мы сейчас делаем? Мы сейчас с тобой обратно займём наш топчик. Так, тут карайка 79-го уровня. Поэтому мы, наверное, вот так вот сделаем ещё. Унициатива большая, потому что, скорее всего, она сейчас будет первой ходить. Так, смертельный поцелуй. А, тут ещё и майки. Значит, они вдвоём-то, да? Халабуду начали гнать. Ну что, теперь наша очередь. Первый начинает Леонарда. Делать свой кручёный. И я надеюсь, что Махтун разгландил. Молодец, красавчик. Так, ну что, давай, наверное, ещё сделаем. Добивай. Да ну хорош ты! Пауку! Чё? Что сегодня сыграли, ребят? Что они все мажут? Косят, блин, я не знаю. Ну, давай 20-го, 10-го. Нет, 11-ю даю. 11-ю даю. Так. Давай 17-24 и возьмём. Так. Раз, два, три. Ну, и где ещё? Ну, давай так возьмём. Блин, хотел всех черепашек взять. Но, ну, в принципе, нормально. Леонарда мы просто уже потратили. Так. Как-то с этими черепашками пиццелицы, ну, совсем не сбылся. В этой компашке, согласись. Так, делаем углонение. Фиг, теперь они по нам попадут. То есть, попадут, то минимальный урон будет. Плюс, естественно, ребят, провокация. И поехали, сюрики. Эпид. Отдупрился. И давай плюшку бросим. Всё. Прекрасно. Ну, ничего, пиццелицы скоро до сутки прокачаются. Будет совсем другой персонаж у нас. Сразу по мощам вырастет. Так, ну что, мы в Лиге Мастеров 3 звезды. Как ты видишь, всё у нас идёт прекрасно. Берём Бакстера. Берём Зека. Берём Слэша. И вот этих двух охламонов. Оу, а Шреддер-то нафига я взял? Твою налево. Шреддер-то совсем другая единица, где-то боевая. Его можно было с этой компанией не брать. Зачем? Как? Как я-то посмотрел, а? Невнимательности теперь моя. Главное, один стоит вот этих вот четырёх, которых взяли мы. Особенно Джастин. Так это Джастин вообще всех десятерых. Интересно, в топчик мы сможем попасть? 88-я позиция. Ну-ка, давай так сделаем. Я беру Маузер и я беру Кожеголового. Раз, два, три. Ну, тут сейчас будет, конечно, с колбасой. Маузер и бомбанут. Ну, и Кожеголовый, конечно. Просто-напристо добьёт. А добивать ему, как ты видишь, очень-очень мало надо. Офигенно. Бомбочка сколько ребят отняла? Ну, правильно, тут 56 уровень. А у них 70 какой-то, 76-й, да? 78-й даже. Само собой, я нанесу офигенно. Хорошо, они не упали у меня. Так что, можно сказать, нам крупно повезло. Армагон плюс Ванька. Армагон плюс Ванька. Что-то мне подсказывает, что Ваня сейчас будет, как всегда, после Армагона стоять для сопли утирать. Потом ещё Хан же здесь. Ё-моё. Почему я всё время, блин, не смотрю, кто у меня во вражесной команде? Они сейчас... Они распластают, ребят, у них север Монтеса. Здесь, конечно, чудо мне не поможет. Монтеса, ты обязан Ваньке. Ваня тебя спас. Ну что, 60-й, выдадите мне. 60-й, моя позиция. Ладно, ладно. Беру я, короче, кренгы и беру усаги нашего. Раз, два, три. Ну, само собой, сейчас они тут запинают. Давай усаги, погнали. Давай, кренг. Дави их своим лучом. Дожаривай. Всё? Никаких, ребят, проблем вообще не возникло. Ну что, мы двигаемся дальше и переходим. Давай полтинник, пожалуйста, а? Нифига, 56-я позиция. Ладно, мы доберёмся всё равно. Единственное, что мне не очень нравится, ребята, это то, что у нас... Нам практически Играть некем. Нам практически играть некем и откатов у нас бьёк. Чё будем делать? Там боёв-то ещё дофига надо. А ещё и по... По два юнита брать. Я даже не знаю. Мы не справимся. Реклама смотреть. Нет, я, в принципе, ребят, могу Купить откаты. Слава богу, баксы позволяют. 1716 баксов у нас. Можно просто взять спокойно и докупить сколько надо там. 10 откатов будет 10. 20 будет 20. Сколько нам понадобится, столько можем мы взять для того, чтобы попасть в топчик. А чтобы попасть в топчик, нам, помимо того, что у нас ещё два отката есть и вот этот поеденный, всего лишь... 4 отката надо взять. Ну, так как нам не продаётся 4, можно сразу взять десяточку и будет у нас с запасом. Но мы пройдём. Топчик сегодня мы возьмём. Так, давай 36-ю позицию. 35-я, отлично. Так, возьмём, наверное, Армагон. У этого и Леонардо ещё сюда возьмём. Армагон и Леонардо. Ну, тут майки 79 уровня. Ах, даже не знаю. Майки 79 уровня. Попробуем сейчас. Так, Леонардо, жги тогда. Ну, тут прошли. Да, нормально, придётся взять с собой 10 откатов, чтобы не париться. Не переживать уже ни о чём. Сколько там? 250 долларов. Я считаю, что это не... Ах, ти, такая сумма. Так, откаты. Плюс. 250 берём. Тут ещё можно было, в принципе, и рекламу посмотреть. Ладно. Можно было просто не тратить. О, тихо. Не надо вот эту вот... Давай вот эту вот команду. Ну что, опять Лео и давай Маузеров возьмём. Ну, сколько? Грубо говоря, два поединка. Нам нужно отыграть, и всё. И дело, как говорится, в Челябе. Эх, поехали. Бонзай, как говорится. Ну, и два хлопа тут остались. Просто их вертушкой добьём. Всё, сейчас посмотрим, на какое место. Место, наверное, будет где-то 12-е. 11-е. Так вот будет. Предположительно. 13-е. Немножко я недосчитал. Блин, да ладно. Хотел сказать, что мне нужно будет ещё один поединок делать. Ну, я имею в виду, помимо вот этого, который сейчас будет. Там где-то будет вторая или третья позиция, если брать по 10. по 10 ступенек в пролёт. Ладно, фиг с вами. Так, эти упали. Давай ракеты просто добьём, и всё. Ну, и покажи мне по итогу. Будет топчик или нет? Ну, ребят, я вам об этом говорил. Не, ну, в принципе, можно завершить, но ради принципа мы, ребят, всё-таки возьмём первое место. Я говорил, где-то вторая или третья будет позиция, как назло. Так оно и получилось. У нас откаты есть, поэтому я могу себе позволить спокойно здесь поиграть. Погнали. Ну, и вертушка. Вот и всё. Вот теперь мы с тобой точно забираемся в топчик. И больше нас ничего не колышет. Остаётся только ждать завершения недели. А если посмотреть по этому, то у нас сегодня воскресенье, да? 4 июня. То есть завтра понедельник. А этого буста, ребят, не будет, потому что я работаю с утра. Будет только вечерний. Но это уже будет не буст, а просто первая игра после отката, скажем так. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. до встречи. Лучший под сюжет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...